С Верой в спорт Привет, Вера Да, сегодня мы будем говорить о беге, будем говорить много И в первую очередь расскажи, пожалуйста, как ты сам в спорт пришел Когда ты занимаешься, ну, в частности, бегом А сейчас ты расскажешь еще о многом другом, я уверена Так, с чего все начиналось? Ну, вообще всю свою жизнь я занимался спортом В какой-то мере с детства попробовал все секции, которые у нас были Там, на Авиатском районе я родился Занимался и легкой атлетикой, и баскетболом, и футболом, и борьбой Ну, все, что можно Попробовал все Все, да, все охватил Выяснил, что бегать у меня получается лучше всего В итоге остановился я на беге Вот, потом у меня был такой промежуток времени, когда я спортом не занимался вообще Достиг выдающихся результатов в плане веса Решил вернуться в спорт Это случилось, наверное, в 2001-2002 году А поясни, пожалуйста, выдающиеся результаты в плане веса Это что такое? Ну, я весил 105 килограмм Ого! На тот момент, да Ну, то есть все это мышечная масса Да, конечно Все как по лыжам Вернулся я Сначала я решил попробовать лыжи, да То есть в детстве стоял на лыжах На Вятске, лыжный город Вернулся, начал с лыж Катался на лыжах Решил попробовать на соревнованиях Пробежал там какие-то старты любительские Начались первые марафоны Это сколько тебе было лет? Это мне было, наверное, 30 Лет 30, 32, наверное, 33 Лыжи закончились, началось лето Начал бегать Потом впервые поучаствовал в триатлоне К тому времени уже пробежал с десяток марафонов, наверное, лыжных Триатлон включает в себя Плавание, велосипед, да Надо сказать, что плавать я практически не умел Да, велосипед Плавание Да Приобрел тихонько велосипед, начал кататься Поучаствовал в нашем первом триатлоне Который в стрижах проводился Клубом Эксикиров Все, меня эта тема очень зацепила Ну и так все понеслось И вот сейчас я уже сделал два полных триатлона Ironman Там половинок, олимпиек и прочих дистанций Давай сейчас ты говоришь про какие-то конкретные соревнования Указывай, пожалуйста, дистанцию, чтобы слушателям было понятно Сколько чего-то нужно сделать Ironman это полная дистанция триатлона, железная дистанция 3,8 километра плавания, 180 километров велосипед и 42 километра, ну, марафонская дистанция в беге Где это проходило? Ну, это происходит по всему миру, я делал это в Цюрихе и в Барселоне Ну и в этом году мы еще раз пытались это сделать, но, к сожалению, у нас не удалось Начался шторм и нас всех попросили То есть снялись дистанции у всех, не было соревнований То есть, как я поняла, уже будучи взрослым человеком, старше 30 лет, ты поставила перед собой цели Да, это я говорю о том, что, возвращая слушателей к программе, которая выходила у нас в декабре месяце С Максимом Журилом, как раз основателем движения I Love Running, I Love Supersport Ты являешься руководителем этой организации в городе Кирове Про дистанции, которые ты покорил, очень много хорошо рассказал Да, и есть еще отдельные беговые дистанции, да, которые ты покорил? Ну, конечно, да, то есть до того, как я стал делать длинные триатлоны Я сначала попробовал себя в марафонском беге То есть сначала пробежал... То есть 42,2 Да, сначала десятки были, потом полумарафоны, потом марафон, да, первый мой марафон, московский марафон Я пробежал в 2012 году Вот с тех пор там, ну, десяток марафонов у меня набралось, наверное, уже Как получилось так, что ты возглавила I Love Running в Кирове? Ну, I Love Running это франшиза, то есть мы заключили соглашение с I Love Running Москва И открыли здесь филиалы школы Есть определенные требования от центрального офиса, я так понимаю, что к региональным партнерам? Нет, таких требований нет, есть единая политика в области, образование в области обучения, точнее, людей бегу То есть есть принципы школы, есть ее методика То есть необходимо пройти обучение, мы обучили наших тренеров, сами обучились И в соответствии с этими методиками мы здесь занимаемся и тренируем любителей Давай об этом поподробнее, о методике, что она в себя включает, почему она важна, вообще, почему важно правильно бегать? Ну, дело в том, что наша школа, она рассчитана на людей уже взрослых, да То есть если в детском возрасте ребенка достаточно просто всему научить, он как губка впитывает все И, как правило, дети вообще, они бегают все правильно изначально, да То есть там небольшие корректировки только нужно вносить То взрослые, они в связи со сложившимся уже стереотипом, каким-то, ну, движением беговых стереотипов Они большинство своих бегают абсолютно неправильно И вследствие чего получают какие-то травмы, да, еще что-то им сложно это делать, да Они накопили там какую-то массу уже, тяжело Вот, и есть методика, с помощью которой мы, людей, учим правильные техники бега Ну, кроме техники, тут важна еще и выносливость, и сила, да, ну, и восстановление То есть вот на этих основных, там, четырех китах у нас и построено все обучение в школе То есть техника, выносливость, сила и восстановление То есть это информация для тех, кто считает, что бег – это вредно Я знаю много таких людей, которые, видимо, в силу того, что неправильно бегают Бег может быть, да, он вреден, если ты делаешь это неправильно То есть ты вредишь сам себе неправильным бегом А так он, получается, полезен даже? Конечно, полезен А чем он полезен? Любая физическая нагрузка, она полезна, она улучшает и сердечно-сосудистую систему, да, и опорно-двигательный аппарат укрепляется Укрепление – важный вопрос в беседах со всеми людьми, кто против бега – это суставы Ну, опять же, вопрос только в технике бега То есть если вы бежите правильно, если вы правильно ставите ногу, то вы не травмируетесь Если вы используете правильную экипировку, хорошую обувь, то никаких проблем нет Ну, то есть истирание, грубо говоря, сустава происходит не более, чем при ходьбе, я правильно понимаю? Ну, конечно, то есть если вы сведете на нет ту ударную нагрузку, которая происходит в следствии постановки неправильной ноги При постановке на пятку или при постановке с большим выносом ноги, то тут никаких сложностей Вот ты уже начал рассказывать про технику бега Давай еще немного поговорим о том, с чего стоит начать, когда человек решает бегать Ну, тут главное желание, по большому счету, главное желание и какая-то цель То есть бесцельно заставить себя бегать, ну, достаточно очень сложно То есть на какое-то время, бесспорно, вас хватит, да Если вы поставите цель, допустим, похудеть, да Вот у вас есть цель сбросить 5 килограмм Вы к этой цели идете, 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 стремитесь, оп, и там 5 килограмм с помощью бега сбросили И что дальше? Это совершенно как бы несложно Дальше нужна новая цель, иначе вы сразу же теряете мотивацию бегать То есть постановка цели, она в этом процессе, она наиболее важна И в нашем случае, в случае школы, да, то есть цель это основополагающий такой элемент С помощью которого мы готовим людей То есть мы вместе выбираем какую-то цель А, то есть вы помогаете Да, в нашем случае цель это какой-то забег То есть мы выбираем какой-то забег, допустим, полумарафон «Вятские холмы» в Кирове, да И к этому забегу начинаем готовиться То есть вот у людей есть конкретная обозримая цель Да, период подготовки к полумарафону у нас составляет 7 недель А мы обещаем, что за 7 недель, вот, вас, Вера, мы подготовим к полумарафону Это 21 на 1 километр Когда вы этой целью загорелись, все, мы начинаем тренироваться Тренировки у нас 2 раза в неделю проходят С тренером, плюс по заданию тренера самостоятельные тренировки Там ученики сами выполняют Результат при желании он гарантирован То есть если человек занимается, не пропускает, самостоятельно занимается То все, кто у нас обучался, все пробежали 20 километров По времени сколько тренировки занимают? Полтора-два часа Полтора-два часа каждый день? Нет, 2 раза в неделю 2 раза в неделю? И самостоятельные? Самостоятельные, плюс там где-то полчаса-час Каждый день? Ну, один день выходной всегда Ясно Если людей пугает дистанция 21 километр Ну, на самом деле, для тех, кто с бегом пока не знаком Это звучит довольно-таки страшно Есть дистанции на этих же Вязких холмах 10 километров? Готовите ли к ней? Да, к десятке можно подготовиться За 5 недель любой человек пробежит 10 километров То есть это абсолютно точно Расскажи, пожалуйста, еще тренировка с тренером Что в себя включает? Ну, тренер, он в первую очередь рассказывает о базовых техниках бега Да, показывает все То есть у нас тренер-профессионал абсолютный То есть он сам действующий спортсмен еще Александр Попцов Очень грамотный специалист С образованием, с педагогическим Работает с детьми То есть он видит, абсолютно четко видит Как нужно бегать, что человек делает неправильно Сам может все показать, что тоже очень важно Вот Он показывает технику бега Дает задания какие-то беговые Беговые упражнения Показывает, рассказывает Обращает внимание на ошибки Эти ошибки исправляют вместе Ну, вот так вот как-то проходит тренировка Силовая нагрузка Обязательно силовые тренировки бывают, да Это в домашнее задание входит? В домашнее задание, ну и в тренировках в общем Важный вопрос, что касается питания на периоде подготовки Ну, питание, оно вообще всегда должно быть правильным и сбалансированным Не только во время подготовки Давай здесь поясняй Ну, все мы знаем, что питаться нужно правильно, да Но мало кто это делает Ну, кому-то не хочется, особенно сейчас, после праздников Надо как-то возвращаться в форму После праздников, в первую очередь, нужно заканчивать питаться неправильно Потому что организм уже устал, мне кажется, от этой жирной и насыщенной пищи Ну, во время интенсивных нагрузок, да В первую очередь, необходимы углеводы, как основной источник энергии Сложные причем, да? Ну, сложные, да, углеводы Ну, не такие, там, ни сахар, ни глюкоза, да Долго растворимые Давай конкретно с примерами, что это? Из продуктов Каши, макароны Причем каши, наверное, не разваренные Ну, каши обычные, а каша на воде, да, они быстро растворимые То есть, нормальная каша, овсяная, допустим, рисовая щука Вот, углеводы, ну и белковая пища В период восстановления, там, после тренировок Белковая пища, там, творог, курица, рыба То есть, все, что дает нам энергию и способствует росту мышечной массы? То есть, когда вы, перед тренировкой, да, вам нужно набрать своей энергии, да, то есть, вы принимаете углеводы После тренировки вам нужно восстановить мышечные ткани, которые были нарушены в результате тренировки, да, вам нужно принимать белок Важный вопрос Занятия в школе проводятся кругогодично? Да, круглый год мы занимаемся Летом мы занимаемся на стадионе, зимой мы занимаемся в Манеже То есть, круглый год беговые события есть И мы к ним готовимся, то есть, зимой мы начинаем готовиться к марафонам, которые будут летом Потому что, ну, на марафонскую дистанцию, там, у нас подготовка пять месяцев занимает Поэтому вот сейчас как раз... Ну, это групповые занятия, в любом случае Да, групповые, конечно Я вот в связи с чем интересуюсь Всем гораздо привычнее, наверное, бегать летом, по дорожкам, по травке, да, спокойненько там куда-нибудь в парке выбегать Как зимой-то вообще можно начать? Можно ли начинать зимой бегать? Нет, даже нужно начинать бегать зимой То есть, мы сейчас занимаемся в Манеже, у нас очень много специальных беговых упражнений, направленных именно на технику бега То есть, если мы сейчас... Ну, плюс силовые упражнения Сейчас мы закладываем ту базу, да, которая впоследствии весной даст нам возможность уже совершенствовать свою технику, увеличивать свою скорость То есть, те люди, которые начинают сейчас готовиться к марафону, сейчас самое подходящее время То есть, они не будут делать какие-то длительные нагрузки сейчас в Манеже, да, никто не будет бегать там по часу в Манеже, крутить эти круги по 200 метров Они будут заниматься техникой бега Отработкой Да, то есть, нарабатывают базовые навыки в беге, да, плюс увеличивают свою силу А те, кто уже отработал, скажем так, основные элементы беговых... Ну, совершенства достаточно тяжело достичь, да, то есть, я вот давно бегаю, и тем не менее, мы тем же самым занимаемся То есть, ребята, кто занимается лёгкой атлетикой с детства и профессионально сейчас бегают, они сейчас зайдёшь, Манеже посмотришь, и они все делают то же самое То есть, те же самые беговые упражнения они делают сейчас зимой А на улице? Ну, на улице, вот мы, если сейчас бегаем на улице, то это какие-то длинные такие лёгкие или восстановительные кроссы Ну, то есть, это всё равно реально и можно делать? Ну, конечно, можно бегать на улице почему-то Даже холод не помеха? Нет, холод-то точно не помеха, главное, чтобы обувь была подходящей От покрыться это как-то зависит, потому что у нас то лёд, прям гололёд, то всё снегом запорожено Да, и обувь должна быть подходящая именно для зимы То есть, в тех гладких шоцейных кроссовках, в которых вы бегаете летом, то есть, сейчас зимой, ну, очень травмоопасно Ну что, про тренировки, я думаю, что понятно Ответь, пожалуйста, вот на какой вопрос Любой вид спорта, если им заниматься, если в него вкладываться, то он требует значительных материальных затрат Что касается бега, можем ли мы сказать, что бег – это относительно малозатратный вид спорта Если говорить именно о любительском спорте Ну, наверное, да, то есть, менее затратны, наверное, шахматы только То есть, что здесь нужно? Кроссовки есть практически у каждого Кроссовки нужны специальные беговые, амортизирующие, насколько я понимаю Ну, кроссовки лучше, конечно, выбирать качественно Но в то же время, если вы только начинаете заниматься бегом Вам подойдут самые простые кроссовки стоимостью, там, до трёх тысяч рублей можно кроссовки подобрать Майка, шорты, там, трусы, футболка, я думаю, что тоже каждый там найдёт Собственно, вот и всё А зимняя одежда? Зимняя одежда, любая традиционная одежда, такая же, как для катания на лыжах Или на коньках? На коньках, да Что касается какого-то оборудования, специального пульсометра? Ну, конечно, да, то есть, у нас на тренировках все тренировки построены Ну, те тренировки, которые направлены на выносливость, да, на проработку сердечно-суистой системы Они все строятся по пульсу И когда у человека есть свой пульсометр, это, конечно, большой плюс Если нет, то тренер, как бы, контролирует сам, останавливает, меряет пульс Объясни, пожалуйста, связь пульса и тренировки, как они взаимосвязаны, как они взаимодействуют? Ну, если вы готовитесь к длинной дистанции, да Вы понимаете, что вы не сможете бежать на максимальном пульсе в течение двух часов, да То есть, тот пульс, который у вас развивается при ускорении на 100 метров, да На этом пульсе невозможно бежать 42 километра И, соответственно, тренировать вашу сердечно-суистую систему надо на низком пульсе То есть, вот на низком пульсе мы делаем длительные ровные тренировки Наш бег, он стоярский, да, то есть на длинной дистанции Поэтому мы и тренируемся на низких пульсах То есть, нам ни к чему войти Нагрузки, которые там свойственны спринтерам, там еще кому-то Плюс ко всему люди, которые у нас занимаются уже, ну, не молодые часто, да И поэтому нужно следить за своим сердцем А ровная нагрузка на низком пульсе, она как бы способствует развитию сердечной мышцы То есть, еще один плюс бега – это развитие и укрепление Ну, конечно, укрепление сердечно-суистической системы, да И, если я правильно понимаю, то тренировка в том числе заключается в том, чтобы стабилизировать пульс Чтобы он был ровный на протяжении всего бега Нужно, да, нужно научиться, чтобы научиться бегать быстро, нужно сначала научиться бегать медленно Медленно Да, медленно на низком пульсе Идем дальше Цель, ты указала это как очень важный фактор того, чтобы заниматься спортом И эффективно заниматься спортом для своего здоровья Цели какие бывают, да, про вязкие холмы мы уже упомянули Давай на этом поподробнее становимся, что это, в принципе, в эфире «Эхо Москвы» мы уже достаточно много говорили Но про вязкие холмы 2018 пока еще не говорили Ну да, это пока еще для многих тайно покрыто мраком, какими будут холмы в 2018 году Но приоткрою слегка секрет В этом году вязкие холмы утроятся, скажем так, да, будет три забега Мы планируем проведение отдельно полумарафона, марафона и еще ночного забега То есть предварительно у нас будет То есть это будет не в один день? Нет, это будет в три разных дня, да То есть мы планируем сделать весной полувранхон в том формате, в котором он существовал до сих пор Ну, весной, да, то есть уже к нему можно сейчас начинать готовиться Где-то в середине лета планируем сделать ночной забег на 10 километров И осенью, вот в начале сентября, ну, наш традиционный день, там, первую неделю сентября, первую или вторую Сделать марафон То есть возобновить марафон, да, в городе Кирове Теперь возобновлено, с какого года не был марафон у нас? Ну, честно говоря, не могу сказать Очень-очень давно Очень давно Марафон, он существует, но его проводят за городом В общем, мы хотим вернуть его в город Почему решили разделить старты? Ну, мне кажется, что одного старта уже мало для города, да То есть люди хотят бегать круглый год Поэтому почему бы не дать им такую возможность А предполагаются ли меньшие дистанции, вот как было, 10 километров и меньше? Да, то есть полумарафон будет в точно таком же формате То есть будет 300, 600, 3, 10, 21, да Когда будет марафонская дистанция, там точно будет десятка И думаем, что делать ли полумарафон, ну, скорее всего, нет То есть сейчас мы уже можем анонсировать, что весной, когда примерно? Ну... И есть ли уже какая-то конкретная дата, может быть? Да, мы посмотрели на календарь, нам понравилось 05.05, 07.07 и 09.09 Красиво, звучит очень красиво То есть сейчас уже можно ставить перед собой цель пробежать 21.01? Да, да, да Сейчас, в принципе, можно начинать готовиться и к марафону, да То есть стартовать сейчас с подготовкой к сентябрю уже как бы реально И промежуточной целью будет полумарафон весной То есть это очень правильно Когда Максим Журила был в этой студии на интервью, он рассказывал Зачем нужно ставить перед собой эти цели, что это развитие личности Каково твое мнение на этот счет? Зачем людям, которые привыкли работать, там по 8 часов в офисе сидеть, не вставая Зачем им вдруг идти на тренировки? Зачем им достигать каких-то вот спортивных результатов? Полумарафон, марафон, зачем это нужно? Ну, вообще очень меняет жизнь спорт, да То есть вот постановка этих спортивных целей, она кардинально меняет свою жизнь Если я посмотрю вот на свою жизнь, как она изменилась, то это абсолютно две разные жизни То, что у меня было там 10 лет назад и то, что сейчас Я был обычным там офисным работником, не думал о спорте практически Ну, я всегда любил спорт, я всегда смотрел спорт по телевизору, но сам не занимался в какой-то период времени Вот, и там все мое свободное время было связано там с ресторанами, клубами Ну, с таким привычным для России отдыхом Полуактивным отдыхом, да, прогулками еще чем-то То есть сейчас каждый свой отпуск я провожу, совмещая отдых и какое-то спортивное мероприятие То есть семья моя проводит его там вместе со мной И планируем весь год мы в зависимости от тех целей, которые я там себе намечу То есть всем-всем интересно, всем познавательно, в принципе Благодаря этим целям мы посмотрели там, пол-Европы объездили уже, посмотрели Это затратно, скажи честно? Ну, сейчас очень много возможностей сделать это очень бюджетно То есть вот, допустим, для примера, мы смотрели здесь марафон в Милане 8 апреля марафон в Милане, да, мы набирали группу под марафон в Милане Съездить на марафон в Милан там на 4 дня получается в районе 25 тысяч рублей Это проживание? Это проживание, питание, перелет и стартовый взнос 20 тысяч? 25 Это, по-моему, очень даже недорого выходит То есть это специальная программа, которая туристическо-спортивная, которая набирает людей Вы здесь ставите цель, да, то есть спортивную цель И под эту спортивную цель мы уже подгоняем там все эти туристические вещи То есть вы тоже занимаетесь разработкой вот этих вот программ? Мы помогаем, конечно, да, помогаем с этим делом Ребята ездили на марафон в Стамбул, да, после Вятских холмов Да, вот расскажи, как они сидели Отличная история, но я думаю, что они бы лучше рассказали, чем я Ну, тоже стоило это не таких там больших денег Да, для тех, кто не в курсе На Вятских холмах в сентябре 2017 года было разыграно две путевки на марафон в Стамбул Разыгрывались эти путевки через барабан, через такую лотерею И среди кого? Среди участников забега на 21 километр Среди всех участников забега на 21 километр Да, среди мужчин и среди женщин отдельно Вот, и двое ребят наших кировских съездило в Стамбул Да, Женя Куликов и Екатерина Бехтерева, да, они съездили в Стамбул Пробежали там свои первые марафонские дистанции Я думаю, что... То есть до этого они марафон ни разу не бежали? Нет, они не бегали в марафон ни разу Да, вот полумарафон только здесь, в Кирове И за два месяца они готовились у нас в школе За два месяца, как смогли, мы там попытались их подготовить Конечно, времени было очень мало Но добежали? Они добежали, да Екатерина побыстрее, Женя чуть помедленнее Добежали, ей очень понравилось То есть та атмосфера, которая царит на этих спортивных мероприятиях На этих праздниках, но она непередаваема Когда там тысячи, там, десятки тысяч людей Объединенных там одной целью добежать Получить на финише медаль Доказать самому себе, что ты можешь, что ты чего-то стоишь Про Вятские холмы ясно Очень ждем в этом году три мероприятия Это все будут Вятские холмы, да? Три холма Ну, все будет Вятская, да Отлично И давай еще, какие могут быть цели? Куда еще можно съездить, проявить себя, побегать? Можно проявить себя в триатлоне Вот То есть, кроме бега, мы Я представляю еще Федерацию триатлона Кировской области Мы проводим ряд соревнований по триатлону у нас в Кирове В этом году у нас будет традиционное соревнование Это зимний триатлон в Перекопе, в лыжно-биатлонном комплексе Это будет в марте с 10 по 12 марта Там у нас будет два дня 10 и 11 марта Два дня у нас будет проходить чемпионат России и первенство России по триатлону И плюс любительский старт Свифтмен триатлон, зимний триатлон Вот В день города 12 июня традиционно мы проводим дуатлон на Октябрьском проспекте То есть, отличная возможность начать заниматься триатлоном Это дуатлон для тех, кто не умеет плавать Вообще, отличный шанс Дистанция короткая, так что Короткая, но там очень интересный спуск и подъем получается Ну да, там не сильный спуск и не сильный подъем Но для новичков я себя помню довольно-таки ощутимо это было Ну ты же прошла, да? Ну да Просто захотела, поставила себе цель и прошла Что еще? Кросс-триатлон в Верхошижеме Уже третий год подряд мы будем проводить чемпионат России по кросс-триатлону России? Чемпионат России, да Какие города собирает чемпионат России? Ну, традиционные регионы, где культивируется триатлон Там у нас Красноярский, Краснодарский край Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Москва, Санкт-Петербург, Ярославль Ростовская область То есть, обширная чемпионата Да, да, да Не один десяток регионов обычно бывает Но это же не первый год, я так понимаю Третий год в Верхошижеме Третий год подряд чемпионат России отдают нам То есть, замечательные условия Замечательная площадка для проведения именно кросс-триатлона И наша природа, конечно же Да, да, там все здорово В Верхошижеме Да Еще забыли совсем сказать над тобой Про забег обещаний, который был 1 января В 12 часов дня Те, кто самые стойкие, те, кто не покинул город Киров Пробежали 1 января Что, вот опять-таки, это же самая мысль Что людей что-то заставляло встать и пробежать 2018 метров, да, там было? Да, 2018 А сколько людей собрал? Первый в истории, получается, да? Ну, честно говоря, мы так вот поголовно не считали По заявкам было где-то 150 человек Пришло, мне кажется, ну, там чуть поменьше Ну, где-то Ну, около сотни Чуть-чуть побольше Побольше сотни, может быть, поменьше 150 Ну, опять же, тут вопрос целей, да То, что вы хотите Или вы ставите себе цель Там, отлежать все бока И посмотреть все телепередачи Или же вы хотите начать этот год активно, да И в компании таких же активных, неравнодушных людей Зарядиться на весь будущий год Совершенно верно Подобные мероприятия будут еще в этом году? Ну, забег обещаний, он традиционный Он проводится 1 числа, да У нас был первый раз Да, у нас был впервые А вообще пятый год подряд он проводится По всей стране, где есть филиалы Айла Франенко Что еще ждет? Ну, как таковых пока не могу сказать точно Там, ну, на 17 февраля бывали забеги Вот, может быть, мы тоже присоединимся к этому делу А это кто организует? Айла Франенко Айла Франенко организует То есть, так же мы вольемся? Да Здорово Обязательно приходи, рассказывай Ну, что, еще про триатлон? Да, триатлон у нас еще один старт Это традиционный наш триатлон, который стартует в Стрижах Вот, в этом году он будет Который у нас жаркий такой, да? Где-то он в июле, да? В июле, да, в середине июля В этом году он будет 15 июля Вот, но, видимо, нам не удастся финишировать в Кирове Мы будем стартовать и финишировать в Стрижах А где там 40 километров-то проехать? Ну, в сторону Речи В сторону Речи Да Ну, так как и проводилось до этого То есть, два года мы финишировали в Кирове, до этого мы финишировали всегда в Стрижах То есть, сегодня мы вернемся к старому формату С одной стороны, для кого-то из участников, для зрителей это удобнее С другой стороны, для города это менее зрелищно, скажем так Ну, к сожалению, да Ну, ничего, зато нам можно площадку будет организовать Там тоже и природа прекрасная у нас в Боречевском районе Ну, планируем еще, может быть, провести какой-то старт Думаем о триатлоне в Куменском районе Там есть возможность организации стартов Ну, на короткую, на какую-нибудь, на спринтарскую дистанцию, наверное Да, я знаю, что у нас в Кирове есть ребята, которые очень хорошо показывают себя Не только в Кировской области по триатлону Марина, допустим, да? Марина Белозерцева, да, у нас в прошлом году Участвовала в трех чемпионатах России То есть, по дваатлону, по кросс-триатлону и по триатлону длинную дистанцию И заняла трижды третье место Стабильно Трехкратный бронзовый призер, да Умничка, умничка Есть еще имена, которые хотелось бы назвать Вот именно по части бега, триатлона Ну, в этом году у нас за Кировскую область выступает Дарья Рогозина Она уроженка Воронежской области, да Но находится здесь у нас в Кирове тренируется часто очень много в Верхшижиме Да, она будет выступать за Кировскую область Она в прошлом году была серебряным призером первенства Европы по зимнему триатлону В этом году они едут на чемпионат мира по зимнему триатлону То есть, будем болеть за нее В Румынии Уже в конце января То есть, вот, будем болеть Ну что, есть конкретная цель, есть конкретные результаты И всех вас, уважаемые слушатели, мы тоже стараемся зарядить на то, чтобы бодро проводить этот год Чтобы помочь и себе, и своему здоровью, и развитию своему, да, именно в части спорта Через спорт достигать каких-то иных целей Правильно я говорю? Да, конечно Вот, так что следите за информацией, которую, в частности, на «Эхо Москве» мы будем подавать И о Вятских холмах, и о других мероприятиях спортивных В которых может поучаствовать абсолютно любой человек, да, Андрей? Конечно Вот, следите, присоединяйтесь, регистрируйтесь Будем ждать вас Регистрация еще не открыта Мы обязательно сообщим об этом Да, мы проанонсируем Да, Андрей, спасибо тебе, что пришел, рассказал Ждем тебя еще с новыми событиями Всем спасибо, Эль Да, всем успехов До свидания С верой в спорт Редактор субтитров А.Семкин